Сегодня у меня для вас обещанный рецепт пасхальных куличей. Я расскажу вам, как приготовить вот такие вот красивые оригинальные краффины. Первым делом я заливаю сухофрукты обычной холодной водой. Почему я не заливаю их кипятком, я напишу вам в описании. Теперь беру молоко. Молоко обязательно должно быть теплое. К нему добавляю 2 чайные ложки сахара и полную чайную ложку сухих дрожжей. Это 6-7 грамм. Хорошо все перемешаю и оставлю в сторону. Нужно дождаться, когда сверху появится шапочка. Масло сливочное, которое идет для теста, его нужно будет растопить. Я это сделала в микроволновке. Также в тесто пойдет одно целое яйцо и 2 желтка. Сюда же я добавляю сахар и начинаю перетирать все венчиком. Если у вас есть ручной миксер, можете им воспользоваться. Сахар должен полностью раствориться. Теперь в яичную смесь я добавлю дрожжи с молоком, сливочное масло и все хорошо перемешаю. В просеянную муку добавляю соль и тоже все хорошо перемешиваю. Теперь потихонечку соединяю жидкость с мукой. Тесто получается очень липким. Я его вымешиваю прямо в посуде. После этого переношу его на стол, посыпанный мукой. Долго ничего не вымешиваю, просто делаю вот такой вот комочек теста. Посуду смажу маслом растительным, переложу туда тесто и накрою пищевой пленкой. Сделаю небольшой надрез и уберу в теплое место на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Пока я возила с тестом сухофрукты, все это время были в воде. Теперь их нужно промыть и просушить полотенцем. Также в качестве начинки я буду использовать жареный арахис. Я вам тоже советую его добавить. Попробуйте, будет очень вкусно. Сливочное масло не забудьте достать из холодильника. Оно должно быть вот таким вот мягким. Тесто хорошо подошло. Теперь тесто я разделю на 4 части. Я всегда делаю 4 маленьких краффина. Но тесто можно разделить и на 2 части, сделать 2 больших краффина. В общем, делайте как вам нравится. Из теста я делаю вот такие вот шарики. Накрываю их пищевой пленкой и оставляю на 10 минут. Стол посыпаем мукой и раскатываем тесто. Тесто нужно раскатать очень тоненько. Старайтесь делать прямоугольную форму. Смазываю тесто сливочным маслом и буду посыпать сухофруктами и орешками. Заворачиваем плотно тесто в рулетик и убираем его под пленку, чтобы тесто не заветрилось. Такие краффины также можно приготовить и без сухофруктов. Я покажу вам, какими они получаются. Теперь берем рулет, который заворачивали первым. Он успел отдохнуть. И острым ножом разрезаем его вдоль, но не до конца. Заворачиваем одну сторону теста в улиточку, так чтобы все слои теста были снаружи. Теперь край теста, который не разрезали, кладем сверху и точно так же делаем улиточку. Не забывайте прокручивать тесто так, чтобы слоеная часть теста всегда была снаружи. Формочки у меня диаметром 8 сантиметров. Но если вы хотите выпекать большие краффины, я советую вам взять формочку не больше 10 сантиметров. Тогда краффин не расплывется по форме и хорошо поднимется вверх. Теперь краффины накрываю пленкой и даю им хорошо подняться. На это может уйти примерно час. Отправляю краффины в хорошо разогретую духовку и первые 10 минут выпекаю при температуре 210 градусов. После этого убавляю температуру до 170 и выпекаю до готовности. Краффины я выпекала ровно 35 минут. Готовность проверяю деревянной палочкой. На выходе она должна быть полностью сухой. И еще, если у вас так получилось, что краффины сверху подрумянились, а внутри еще не готовы, накройте их сверху фольгой и продолжайте дальше выпекать. Краффины получаются очень воздушными и если вы будете делать большие краффины, тогда их сразу же после выпекания уложите на бочок на мягкое полотенце и периодически переворачивайте, чтобы они не осели. Краффины я не покрываю глазурью, на мой взгляд они очень красивые и достаточно их просто посыпать пудрой. Посмотрите, какие они воздушные и интересные получаются внутри. Тесто абсолютно не сухое, оно очень нежное и вкусное. Вот, посмотрите, краффин, который был без сухофруктов, он тоже очень хорошо пропекся, очень мягкий и вкусный. В общем, друзья, готовьте, удивляйте своих гостей, радуйте родных вкусной выпечкой. В следующем видео я покажу вам рецепт классических куличей, не пропустите! Субтитры сделал DimaTorzok